Добрый день, дамы и господа! Добрый день, дамы и господа! Сегодня, как обычно, будем говорить о нашей недельной главе. Наша недельная глава называется Балак. Такой себе небольшой царек, который попался на дороге, на пути мути еврейского народа в землю Израиля. И, конечно же, не он является главным героем, а главным героем является Белам. Тот профессиональный супер-пророк, которого Балак нанимает нанимает для того, чтобы проклясть еврейский народ. Но я хотел бы обращать ваше внимание на один замечательный эпизод из нашей главы. Это история с ослицей. У Белама была ослица. Да, есть много разных объяснений о их взаимоотношениях, но не об этом я хочу говорить. О том, что ослица, когда уже везла Белама проклинать еврейский народ, она вдруг заортачилась, Белама ее начал так сильно видеть, что она уже человеческим языком сказала ему, что ты со мной делал, чего ты меня так бьешь, как тебе это не стыдно, я что, тебе что-то плохое сделала в жизни. Я всегда, когда тебе нужно тебя возить, я возила. И указывает Беламу на то, что перед ними стоит ангел с мечом, который Беламу и говорит, зачем ты бьешь ослицу. Что мы видим из этой истории? Араши, основной комментатор Торы, комментирует на это, что Белам был таким образом унижен и показывает, что даже ослица может увидеть ангела, а Белам не может показать, какой Белам плохой. Но, дамы и господа, был ли Белам плохой? Он был пророком. Да, он не любил Муше, его можно понять, потому что Муше был своего рода противовес Белам, или Белам был противовес Муше. Но он слушался Бога, в конце концов, он не просто, не только не проклял еврейский народ, а дадал нам такие благословения, которые мы используем сегодня, по сегодняшний день, во всех наших молитвах. И обычно именно на этом предложении и останавливаются многие лекторы, раввины объяснять комментарии Раши, где он показывает преимущество ослица над Беламом. Но, дамы и господа, Раши продолжает дальше и говорит потрясающую, глубочайшую философскую вещь, которая лежит в основе иудаизма. Он говорит о том, что животные, да, могут увидеть ангелов, для того, чтобы принять правильное решение, куда двигаться. Сегодня в научном языке это называется просто животные инстинкты. Человек этих ангелов не видит. Ему дан интеллект. Если бы человек увидел ангела с мечом на дороге, то, говорит Раша, я цитирую, он бы просто потерял сознание, сошел бы с ума. Нам дан интеллект, чтобы выбирать свою дорогу. И Белам, когда он к нему обращается с предложением пойти проклясть еврейский народ, он первый раз отказывается. Почему? Потому что разрешение свыше не было дано. Но ему очень хотелось то ли проклясть народ, то ли получить большой гонорар. Короче, он очень хотел принять это предложение. И во второй раз ему разрешают и говорят, иди. Именно на это комментирует Талмуд, Вавилонский Талмуд в разделе Макот говорит потрясающую фразу, которую мы часто не очень правильно понимаем. Говорит, Человека ведут по той дороге, которой он хочет. Совершенно неправильно в еврейском мировоззрении просить у Всевышнего укажи мне правильный путь. Или, как мы часто слышим, сами говорим, что вот если Всевышний нам бы показался, то тогда мы бы знали, что делать. Раша говорит, нам бы тогда было очень-очень больно, если мы увидели ангелов на дороге с мечами. Поэтому то, что говорит нам Талмуд и то, что мы учим из Балама, потрясающий урок о том, что мы свою дорогу благодаря нашей интеллектуальной свободе выбора, которую дал нам Всевышний, выбираем сами и просим, чтобы нас по ней вели. Если мы хотим по ней идти, то нас по ней ведут. Просим же мы благословения, чтобы мы где-то не заблудились по дороге, по той дороге, которую мы для себя выбрали. И если мы пойдем не в правильном направлении, не дай бог нам смирнуть не в ту сторону или пойти в другую сторону, что понадобилось ослица или собачки, кошечки, тушканчики, хомячки или рыбки, любые домашние животные, которым придется говорить с нами, чтобы указать нам правильный путь. Успехов! До встречи! Пока!